Всем привет, с вами ProGamer. В этом видеоролике хотел бы вам рассказать по поводу одного очень интересного приложения и называется приложение Ion Player. А также отмечу, что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформах Google Play или же App Store. А на платформе Google Play это приложение имеет вот такую вот статистику. Статистика довольно-таки хорошая, не у каждого приложения есть подобное. Но также перед началом самого видеоролика хотел бы вас попросить подписаться на мой канал, ведь меня смотрит большая часть аудитории без подписки. Подпишитесь, мне будет очень приятно. Но мы начинаем с сам видос. Итак, при входе в это приложение у нас открывается вот такой вот интерфейс. Интерфейс довольно-таки несложный, разобраться в нем проще простого. Тут есть достаточно много разделов. Итак, рассмотрим первый раздел, называется он «Главное». В этом разделе у нас есть, так скажем, то есть все то, что у нас присутствует на нашем устройстве, то есть треки, альбомы, плейлисты, в общем, все, что у нас связано с музыкой. Далее, в разделе песни. Тут уже, так скажем, немножко рассортировано все это дело. Далее, вы также, кстати, можете добавить в плейлист, воспроизвести, изменить теги, установить как рингтон, посмотреть свойства, то есть имя исполнителя, также там тег трека и, в общем, все в этом плане. Далее. Далее также есть у нас альбомы. Думаю, не надо объяснять, что это такое, вы и так представляете. То есть этот раздел у нас тоже тут представлен. Тут также можете создавать отдельные альбомы и называть их различными названиями, в общем. То есть исполнители, то есть исполнители иногда у вас не будут показываться в зависимости от того, откуда вы скачивали трек. То есть некоторые сайты не полностью расписывают имя исполнителя, описание трека. То есть некоторые сайты, конечно, так не делают, откуда вы скачиваете сам трек. Далее. Также есть у нас плейлисты. То есть плейлисты там, где содержится наша музыка, в общем-то, я думаю, вы тоже это знаете. То есть плейлисты также можно создать, в общем. Настройки тоже имеются. Вы также можете, кстати, изменить внешний вид, то есть сделать полный экран, размер шрифта, поменять шрифт, просто тему сделать определенную. В общем, тут в настройках очень много всего интересного. Кстати, рекомендую вам в них посидеть, покопаться. Может, что-нибудь интересное вы для себя и найдете. Но все равно сейчас перейдем к самой основной части этого видеоролика, ради чего, в принципе, он был и записан в целом. Это что делать, если вообще решение самых основных проблем, которые случаются при работе в данном приложении. Итак, первая проблема, это у нас что делать здесь в данном приложении у нас вылетает. Отмечу, из-за чего оно может вылетать. Оно может вылетать из-за того, что у вас есть проблемы с обновлениями. Либо плохо обновлена система телефона, либо же плохо обновлено само приложение. То есть что-то из этого. Для начала, чтобы решить эту проблему, вам рекомендую обновить само приложение. Сделать это достаточно просто. Перейдите на платформу PlayMarket или же App Store и там уже все это дело обновите. А вот систему телефона обновить уже вам будет посложнее. Для этого вам потребуется перейти в раздел настроек. В настройках еще такой раздел, как О системе. Он может называться и по-разному, как О телефоне, об устройстве. То есть названия могут быть у него совершенно разными. Как вы перешли в этот раздел, далее. Сразу же в этом разделе заходите, да, и не находите такой раздел, как Автообновление. Найти его вообще не трудно. Вам просто Автообновление потребуется активировать и все. То есть проблема у вас решится. На телефонах Samsung это делается немножко по-другому. Сразу хочу арменить это. У вас есть такое приложение, как обновление ПО. Именно через это приложение вам потребуется решать данную проблему. На оставшихся других телефонах, вот таким способом, как я объяснил, она и решается. Просто на Samsung у них немножко другая система, поэтому там немножко и по-другому будет что-то дело. Далее, переходим ко второй проблеме. Что делать, если мы обнаружили, что делать, если вообще у нас лагает приложение. То есть мы слушаем музыку, пытаемся зайти в это приложение, но у нас почему-то оно лагает. То есть такая проблема тоже существует. Переходим к решению данной проблемы. Объясняю сначала, из-за чего она возникает. Она возникает из-за того, что под это приложение выделяется малооперативной памяти, в следствии чего и проходят лаги. От лагов избавиться довольно-таки, кстати, очень просто. Еще раз повторяюсь. Для этого вам потребуется, первое, отключить приложения, которые потребляют оперативную память в фоновом режиме, но при этом вы ими вообще не пользуетесь. Вы их должны отключить далее. Ну, конечно, отключайте только, если вам они действительно не нужны. Далее. Также скачивайте приложение AppTapLine, либо Jiclin Master. То есть два довольно-таки подходящих приложения, чтобы решить подобную проблему. То есть они как раз-таки вам потребуются. Далее. Также, конечно же, если вы не знаете, как им пользоваться, этими приложениями, AppTapLine, либо Jiclin Master, то просто можете перейти ко мне на канал и посмотреть подробный разбор этих приложений, что да как-то вообще можно делать. Я сделал на каждой из этих приложений туториал. Вы можете зайти, посмотреть. Я там все понятно и грамотно объяснил. Просто зайдете, посмотрите и все уже поймете. Далее. Далее. Также, конечно же, есть один способ для критично слабых телефонов. Проделывается он таким образом. Просто переустанавливайте само приложение и после каждого его использования чистите в нем кэш. Способ 100% работает, но, конечно же, он будет занимать у вас чуть-чуть больше времени. И, само собой, интернета тоже. Ну, в общем, так и решается эта проблема. Далее. Переходим к следующей проблеме уже с багами. То есть что делать, если вы обнаружили баг? Объясняю, что такое баг. Баг – это ошибка в приложении. Возникает, когда разработчики пытаются обновить приложение. При написании программного хода, то есть когда они что-то убирают, что-то добавляют новое, при написании программного хода они могут допустить ошибку. Это ошибка и будет сказываться в виде бага. То есть баг – это ошибка в приложении. Самостоятельно от бага вы никак сбавиться не сможете. Для этого есть специальные как раз-таки разделы техподдержки, которые вам потребуются. Что вам для этого нужно? Для начала зафиксировать сам баг, снять небольшой видеоролик на эту тему, именно вот вам зафиксировать его, подготовить небольшой текст, то есть объяснить, что у себя представляет этот баг и так далее. И уже в техподдержку это все дело отправить, чтобы они поняли, что да как, и как все это дело им убрать. То есть и в ближайшее время баг постараются убрать. Его будут убирать в зависимости от сложности. Если там придется долго копаться, возиться, его уберут к следующему обновлению. Если его убирать довольно-таки быстро, конечно же уберут сразу же. То есть где-то так примерно это все работает. Но это всего лишь примерно, говорю сам, я точно не знаю. Ну в общем, как-то так. Также, конечно же, хотел бы вас попросить написать в комментариях, в комментариях на какое приложение мне записать обзор в дальнейшем, ведь тем самым вы мне поможете добить наконец-то тысячу видеороликов на моем канале. Там осталось как раз-таки еще немножко до этой цели. Также, конечно же, что именно требуется? Написать в комментариях, на какого приложения мне записать обзор, то есть название по самого приложения. Далее. Если его нет на платформе Play Market или же App Store, то обязательно ставьте ссылку, где я могу его скачать, ведь тем самым вы облегчите работу конкретно. То есть я смогу хотя бы его быстренько скачать и ту самую версию, на которую вы хотите, чтобы я сделал обзор, и уже быстренько все это сделать. То есть изучить приложение и сделать на него обзор, чтобы сказать, что да как там, как пользоваться им и так далее. Ну в общем, если у вас есть желание помочь моему каналу в этом плане, то, конечно же, пишите в комментариях, на какое приложение мне записать обзор в дальнейшем. И тем самым поможет не только мне, но и другим людям в дальнейшем, которые хотят также научиться пользоваться каким-либо приложением. Они просто зайдут, посмотрят мой видеоролик и все поймут. Также, конечно же, хотелось бы вам порекомендовать мой второй канал, на котором я снимаю игровую тематику. Ссылка на мой второй канал будет в описании. Не забывайте тоже до перейти и на него подписаться. Тем самым, конечно же, вы мне делаете очень приятно и мотивируете меня далее записывать два стопа в видеоролики. В данный момент я снимаю компьютерные игры, но в дальнейшем будут и мобильные. То есть все зависит от вас, какая тема вам понравится, что вы выберете, то я и буду снимать. То есть просто пишите на какую тематику вы бы хотели там видеть видеоролики. Я постараюсь это сделать. То есть... Ну, а на этом, конечно же, я уже буду заканчивать сам видеоролик. Спасибо всем тем людям, кто досмотрел видеоролик именно до самого конца. Не забывайте подписываться на этот канал. С вами был ProGamer. Всем до новых встреч, друзья. Увидимся в следующем видеоролике. Напоминаю, что следующий видеоролик также выйдет сегодня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok